всем привет вы возвращаетесь с работы домой или после учебы и так получилось то что дорога к вашему дому проходит через дорожные пути будем считать то что вы благоразумный воспитанный человек и конечно же воспользуетесь специальным местом где организован переход людей через железную дорогу оборудован светофор и сделан настил покажи пожалуйста вот сейчас вы в этом видео узнаете какие ошибки пассажиры люди обычные совершают чаще всего при переходе железнодорожных путей почему они гибнут и сделайте для себя правильные выводы чтобы не попадать такие ситуации сейчас у нас за камерой уважаемый максим близоруков по поводу съемки в комментарии обязательно пишите давайте так вы подходите к железной дороге предположим вы в трезвом состоянии все-таки ну адекватный человек все в порядке посмотрели направо посмотрели налево все нет поезда начинаете переходить многие люди допускают ошибку если они видят где-то вдалеке поезд на метров 200-300 они все равно перебегает пути так делать не нужно вообще изначально сказать то что вообще в неположенных местах переходить железнодорожные пути не надо это очень опасно главная ошибка человека когда он будет стоять это нахождение непосредственной близости с проезжающим поездом вот я сейчас стою да у меня не заденет но вы не представляете насколько это может быть опасно потоком воздуха или просто какой-то выброшенной вещи пассажира вам может просто пробить голову все до свидания следующая ошибка предположим мы пропустили поезд нами все в порядке поезд проехал люди не дожидаясь того как он уедет далеко только кабина ушла они начинают переходить пойдем ну так как и их уши еще слышат тот поезд они могут просто не заметить то что по соседнему пути едет другой поезд понимаете идем идем иди сюда и человека просто сбивает понимаете о чем я говорю один поезд ушел дайте чтобы он уехал подальше еще одна очень частая ошибка людей которые переходят железнодорожные пути в неположенных местах да даже и в положенных в принципе тоже они видят поезд который едет не по не по ближайшему пути а вот по соседнему они его пропускают пока этот поезд проезжает эти люди встают вот сюда и ждут пропускает поезд между путями здесь проезжает поезд они тут его ждут но вы должны понимать что звук уши ваши заложены этим поездом если оттуда поедет поезд до свидания сразу потоком воздуха завихрение сильнейшие просто все значит представляете ситуацию вы девушка после свадьбы едете к себе домой а лучше давайте на дачу на дачу и у вас огромные каблуки и дорога к вашей даче к сожалению проходит через железнодорожный путь ну а вы-то на каблуках то есть суть в чем обувь неудобная а здесь гравий а на железной дороге он еще крупнее там просто можно так встрять ноги будут у так коситься и не дай бог упадете тем более после свадьбы еле-еле встанете поэтому ни в коем случае не нужно так делать если у вас неудобная обувь поищите другое место безопасное место чтобы пересечь железнодорожные пути еще одна ситуация тоже относится к людям которые живут за городом многие ходят по железнодорожным путям прямо по колее куда они идут за грибами за ягодами куда-то в лес и так далее и тому подобное а еще бывает в уши вставят наушники ничего не слышат их сбивают очень частая ситуация наверняка вы видели как это происходит но даже если предположим вы скажете но я не пойду по колее я пойду рядом с рельсами вот так вот держите расстояние ну не менее метров 10 хотя бы метров 10 потому что поезд рядом поедет если даже он вас не заденет потоком воздуха закрутит и засосет под колеса ну а если заденет даже немножко плечо рука просто отлетит и все и потом вас опять же закрутит и кинет под колеса поэтому близко даже не нужно ходить очень опасно вот смотрите посмотрите покажи женщина пошла вот едет электричка видите вот не идите идите сюда обратно обратно очень опасно нет и здесь тоже не надо стоять идите сюда аккуратнее вот женщина купила себе черную смородину персики идет домой все хорошо все замечательно но уже в нарушении во-первых пользуются нерегулируемым пешеходным переходом железнодорожным а во-вторых ждет прохождение поезда между путей как я и говорил она не слышит ничего она смотрит только на этот поезд если сейчас по какому-то из этих путей пойдет она просто не заметит кошмар хотя я и говорил но она не послушала так все идем к стрелочному переводу он кстати видишь велосипед тащит вот тоже с велосипедом ну куда так вот мы подошли к стрелочному переводу сейчас прежде чем про него расскажу многие допускают какие ошибки еще вообще в принципе кроме того что они вообще переходят неположных местах наступают на головку рельса вот эта вещь блестящая когда пройдет даже небольшой дождичек снежок да в принципе даже в хорошую погоду очень скользкая вы можете просто подскользнуться упасть поломать какую-то свою кость и остаться здесь лежать поезд не успеет остановиться просто-напросто так по поводу стрелки вот это вот стрелочный перевод вы его все прекрасно видели знаете из моих видео все что делают люди слава богу немногие но бывает они начинают переходить прямо по нему ногу ставят вот сюда ни в коем случае не надо доставить ногу если вдруг пойдем если вдруг стрелка начнет переводиться там сильнейший механизм ваш ногу просто зажмет переломает вы не сможете выбраться еще одна распространенная причина в последнее время в новостях постоянно мелькает о гибели людей на железнодорожных путях люди я так понимаю что безбилетники могу ошибаться если кто-то понимает в чем суть напишите в комментариях перебираются через пути и пытаются залезть на пассажирскую платформу прямо с пути так там нет никого все хорошо то есть вот рельсы да здесь у нас платформа и они почему-то пытаются забраться и сколько раз я видел ну в различных телеграм-каналах новости о том то что людей просто разматывает по этой платформе по путям и так далее вот недавно буквально несколько дней назад мужчина женщиной пытались забраться электричка их просто разорвала на части я не понимаю вообще зачем это делать не понимаю сейчас проезд вроде на электричке не очень дорогой зачем они забираются напишите комментарии кто знает об этом ну куда она полезет куда тут расстояние больше метра ну вот она так так даже может быть вы выше что туда забраться это нужно довольно таки много сил иметь и все равно они рискуют своей жизнью прямо перед электричкой которая летит с огромной скоростью вы думаете что она мгновенно остановится как автомобиль или как что такое кузнечик сил или как ваш велосипед или самокат нет конечно у нее тормозной путь просто мама не горюй ни в коем случае так не надо делать концовочка концовочка первое самое главное никогда не переходите железнодорожные пути в неположных местах особенно когда их очень много не стойте рядом с рельсами если вы пропускаете поезд отойдите подальше вот так вот второе если вы пропускаете поезд и поезд только что уехал подождите пока он уедет подальше чтобы точно убедиться что на соседнем пути не летит поезд навстречу потому что вы можете вопрос не заметить пойдете разнесет наглухо 3 или 4 ну по моему 3 если вы пропускаете поезд по соседнем пути не надо переходить вот сюда вот и пропускать его здесь этот поезд проедет одновременно с этим поедет другой все вас тут закрутит просто воздухом разнесет досконально при переходе через пути никогда не наступайте на рельс просто можно подскользнуться и упасть по стрелочным переводам я вам все рассказал ну и самое главное на платформу то не залазьте люди все я благодарю за просмотр вам комментарии напишите лайк поставьте счастливо пока